Привет! Начинаем занятие, посвящённое игре в 4 бетпотах. Сегодня будем разбирать эти не всегда простые ситуации, где мы, казалось бы, играем с узким и понятным рейнджем, но, тем не менее, игра против узких рейнджей в 4 бетпотах у многих вызывает затруднения. Так, скайпик не вырубил. Сейчас выключу. Так, ну, меня слышно-видно, да? Окей, тогда будем начинать. Так, где тут у меня опера-то терялась. Так, ну, если у кого-то ещё есть раздача по 4 бетпота, вы можете их выкладывать. Раздач пока ещё не так много. Можем ещё разобрать ваши. Ну, что стоит сказать по игре в 4 бетпотах, прежде чем приступать к разбору раздачи вопросов. У нас здесь есть две ситуации, когда мы 4 бетим, когда нас 4 бетит. Давайте сначала начнём с ситуации, когда у нас 4 бетит, и что происходит в таких спотах. То есть мы получили 4 бет, и у нас есть возможность сыграть колл, пуш или фолд. Здесь такая же логика действует, как и при игре, скажем, в рейженных потах. То есть, допустим, вы сделали опенрейс, получили 3 бет. Если вы выкинете, вы потеряете там минус 200 бб на 100, если опенрейс у вас 2 бб. То же самое здесь. Вы сыграли, допустим, 3 бет, получили 4 бет. Получили 4 бет. Если вы будете выкидывать свой 3 бет, то вы будете терпеть минус, скажем, 800 бб на 100, если там размер вашего 3 бета 8 бет. Соответственно, ваша основная задача – это отбить эти вот деньги, когда вы коллируете 4 бет. То есть при колле 4 бета показать меньше лузрей, чем при фолде 3 мон. Но здесь, конечно, проблема в том, чтобы набить вообще дистанцию таких спотов и понять, какие руки следует относить в спектр колла. Какие не следует, потому что дистанция по коллам 4 бет может набиваться очень и очень долго. Миллион рук сыграть, и только тогда какие-то руки у вас выйдут меньше лузрей просто из-за диспэр. И здесь, опять же, когда мы решаем коллировать 4 бет, будут еще две ситуации. Будут еще две ситуации, когда мы коллируем с капнутым спектром, а когда мы коллируем и с капнутым спектром. Пока вы играете какие-то низкие или средние лимиты, там 050, 0100, даже 0200, очень часто будет происходить так, что у вас будет капнутый спектр колла 4 бета. И капнутый спектр колла 4 бета, он, как правило, присущ игре без позиций. То есть вы сделали 3 бета, особенно это характерно для 3 бета с малого бланина, где вы 3 бете диполярный или смешанный спектр. Вы сделали 3 бета и получили 4 бета с рукой, которая имеет какое-то неплохое эквити. Но она недостаточно сильна для того, чтобы с ней сыграть 5 бет пуш. Потому что делая 5 бет пуш, зачастую вы будете изолировать себя против сильных рук. Поэтому такие вы руки решаете отнести в спектр колла 4 бета. Ну, я тут сходу накидал такой небольшой спектр колла, возможно. Некоторые руки из него можно устранять, можно не коллировать. То есть вот те, что выделены зеленой полочкой 50%, частично мы их будем коллить, частично мы их будем фолдить. Ну, скажем, девятки-восьмерки, частично мы будем их коллить, частично можно пихать в блеф при флопе. И проблема тут в том, что вы играете с капнутым рейнджем, когда заколлировали 4 бета. При этом многие из вас еще не коллируют такую руку, как карманные тузы. То есть вы делаете 3 бета с СБ, получив 4 бета с баттона, или делаете 3 бета с ББ против СБ, вы не будете коллировать такую руку, как тузы. Но вы должны понимать, что в этом случае у вас будет проблема 4 бета поток, потому что у вас очень капнутый рейндж, и вам его сложно защищать по многим структурам досок. И это приводит к тому, что оппоненты либо вас заблифовывают, либо они вас тонко вылью бета. И поэтому, в принципе, коллы с карманными тузами, они слушают для того, чтобы защищать ваш рейндж капнутый колла. Вам даже с карманными тузами будет тяжело играть, надо сказать. Ну вот, плюс коллы с карманными тузами, опять же, ну там, защищая одну свою линию игры, вы проседаете с какой-то другой, да, допустим, когда вы просто можете 5 бет пушить плюс карманных тузов. Но, так или иначе, какие-то сильные руки в спектре колла у вас должны быть, и желательно это коллировать только те сильные руки, которые не требуют попадания в доску. То есть, мне тут спрашивают, как насчет коллов туз-король, сейчас мы про это поговорим, но когда мы разбираем коллы без позиции, СБ-ББ против баттона, или там в позиции, ББ против СБ, то есть, когда мы делаем 3 бет широким спектром, мы получаем 4 бет от широкого спектра, где против нас могут заставляться достаточно лузово, то есть, у нас могут там 4 бет пушить валеты плюс туз-король, кто-то десятки плюс туз-король, кто-то там вообще девятки туз-дамм, 4 бет колли, там, баттон против блайндов или СБ против ББ. То есть, в такой ситуации мы защищаем довольно капнутый рейндж и хотим коллировать те руки, которые не требуют попадания в доску. Это карманные тузы, которые, опять же, не перетягиваются из большого количества оверкат. Мы, в теории, как бы дам коллируем. Но, соответственно, мы будем пихать здесь там десятки валет и дамм и короли туз-король, а тузы все либо часть тузов мы, соответственно, будем коллить. Здесь, почему с десятки мы не коллим 4 бет? Ну, десятки, потому что достаточно выгодно можно запихнуть, можно это рассматривать как некоторый полуглев, конечно, пуш. Если на вашем лимите большие фолды на 5 бет, если большие фолды на 5 бет, то десятки тоже можно коллировать, можно не пихать их. Но это мы поговорили про один аспект игры колом, то есть когда мы играем без позиции. То есть вы здесь должны держать в голове, что всего скорее у вас будет капнутый рейндж здесь. Почему он у вас будет капнут и почему здесь не так нам интересно коллировать, скажем, все подряд для того, чтобы просто иметь не капнутый рейндж и коллировать все подряд. Почему? Просто потому что здесь мы выпускаем много value, когда мы получаем 4 бета, мы не пихаем сильные руки, мы не стекаем, ну, не коллирим нашего оппонента. Ну, плюс поймите, что колы 4 бета в принципе в своем, в своей природе это вынужденная мера. Это вынужденная мера по сохранению эквити нашей руки. То есть раньше, когда люди так часто не блеф 4 бетили, когда люди так часто не 3 бетили, такой проблемы не было. Люди не коллировали 3 бета просто, ну, 4 бета просто, потому что 3 бет был маленький. 3 бет был 8 процентов там, и 4 бет был 3 процента, 2,5. Не было нужды колли 4 бета. А сейчас, когда вы начали 3 бетить широко, из-за того, что вас широко коллируют, вас начали широко 4 бетить, из-за того, что вы широко 3 бетите, вам приходится коллировать 4 бета, чтобы не терять эквити своих рук, не выкидывать лучшие руки против блеф 4 бета. То есть по факту вы 3 бетите на тонкое value, получить в 4 бет, зная, что в range 4 бета могут входить не только руки сильнее, но и руки слабее, вы вместо того, чтобы делать привычный fold, когда вы сделали 3 бет на тонкое value, вы наоборот следуете исключениям из правил, и делаете колл. Но именно для этого, то есть для сохранения эквити. Мы играем коллом 4 бета без позиции, там лайнд против баттона, или в позиции бб против эсбет. Есть вторая ситуация, есть вторая ситуация, когда мы находимся в позиции, когда мы находимся в позиции. Опять же, сейчас я разбираю некоторые такие усредненные проценты 3 бетов, и затем коллов на 4 бет, когда мы 3 бетим ребят, у которых невысокие fold на 3 бета, если я не верю в какие-то эксплойтные подстройки. Тут мне задают вопрос... Так, сейчас давайте я чуть подвину. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал, и начни обучение покеру прямо сейчас!